Дорого, скучно и немодно. Россия больше не является самой читающей страной, утверждают эксперты. По данным ВЦИОМ, совсем не читают книг примерно 50% россиян. Это почти в два раза меньше, чем в эпоху Советского Союза. В 70-х читали почти 95% жителей, включая дошкольников и детей старше 7 лет. При этом с тех пор число людей с высшим образованием выросло втрое. Времена меняются, да, есть такая расхожая фраза. Сейчас понятно, что с появлением интернета и игр и гаджетов, ну, книги очень много конкурентов. И, конечно, читают сейчас меньше. Вместо толстого – телепередача или просмотр блогов. Вместо чтения букв – аудиокнига. Упрощая свою жизнь гаджетами, общество рискует скатиться в массовую необразованность, читают эксперты. Ведь даже в эпоху, когда информация является чуть ли не главной ценностью, по-настоящему она усваивается только через старое доброе чтение. Процесс погружения в книгу, процесс осознания того материала, о котором человек читает, заставляет мозг включать активные зоны, которые практически не работают в обычной жизни. То есть кровоток увеличивается, и за счет этого мозг читающего человека становится просто здоровее, да, вот физически. Чтение, по словам экспертов, стимулирует работу отдаленных участков головного мозга. А это богатый словарный запас, хорошая память и, как следствие, снижение рисков инсульта, инфаркта, старческого слабоумия и бессонницы. Впрочем, россияне все же читают, правда, не всегда классическую литературу. Мы живем в мире рекламы и в мире маркетинга. А в мире рекламы и в мире маркетинга историотеллинг приобретает какую-то вообще глобальную какую-то ценность. То есть это прям становится оружием массового поражения. Поэтому нет, сейчас искусство понимает, что все держится на историях, сейчас промышленность понимает, что все держится на историях, поэтому литература тоже держится на историях. Поэтому нет никакого кризиса, я считаю, и не будет. Всегда любила читать, как бы еще до школы научилась читать. В молодости фантастическую литературы читала, сейчас больше как-то классику. Читала в молодость еще, сейчас я не читаю, честное слово. Люблю читать. Читаю, к сожалению, редко, но в основном литературу булгаков, что-нибудь в этом роде классика. В основном по саморазвитию, психологии, финансов, экономике. В общем, я слушаю только аудиокниги. На слух гораздо лучше. Читать не люблю. Классическую литературу, которую мы читали в школе, так сейчас я учусь в медицинском, поэтому читаю больше профессиональную литературу. Часов в семь в день точно. По словам специалистов, даже шесть минут чтения в день благотворно повлияют на мозговую деятельность. Человек вновь сможет рационально думать, принимать правильные решения и быстро перерабатывать поступающую информацию. Бумажная или электронная книга не важно. Главное, чтобы сама литература была по душе. Гульфия Сафина, Максим Гусев, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.